Бобрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вести. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших в Белгороде. Подлое и циничное преступление против мирных жителей, среди которых есть погибшие и пострадавшие. Карачаева Черкесия мыслями с Белгородом и переживает вместе с жителями всей Белгородской области. Искренние слова поддержки семьям близких погибших, скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. Готовы оказать любую необходимую помощь, написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. В этом году в Карачаево Черкесии ожидают урожайность выше, чем в прошлом году, сообщают в Минсельхозе Республики. Полным ходом идет пассивная кампания, уже засеяно более 40% планируемых площадей зерновыми и зернобобовыми культурами, кукурузой, сахарной свеклой, картофелем. В регионе сложились благоприятные климатические условия, благодаря чему ожидается более высокая урожайность. А зимы засеяны на площади 15 тысяч гектаров. Кукуруза – основная зерновая культура, возделываемая в регионе. В этом году площадь посева под эту культуру составит 73,5 тысяч гектаров. Под подсолнечник и сахарную свеклу – порядка 5300 гектаров. Качагу имени Умара Алиева стал настоящим центром притяжения для исследователей тюркского мира. На базе вуза прошла межвузовая научная конференция студентов и молодых ученых. Актуальные проблемы тюркологии, историко-культурное и социально-экономическое развитие тюркоязычных народов России и зарубежья. Данный научный форум был организован совместно с Институтом стран Азии и Африки МГУ. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Эта конференция – уникальная площадка для обмена опытом и идеями, а также способствует укреплению научных связей и развитию тюркологии в России. Открывая научные мероприятия, всех участников поприветствовал исполняющий обязанности ректора Качагу Таусултан Узденов. Тюркский фактор, проломляясь в различные исторические периоды и связанные с различными событиями, глобальными событиями на территории Кавказа, в различных его проявлениях – лингвистическом, языковом, культурологическом, а в позднее время и в политическом аспектах – присутствовал всегда, начиная с древнего мира, но с ранне-средних веков тюркский фактор является неотъемлемой частью вектора развития народа Северного Кавказа, в частности, карачаево-балкарского народа. Подобные конференции нас объединяют и приятно видеть, что наши вузы начали активно взаимодействовать, отметила заведующая кафедрой Тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Мария Репенкова. У нас создалось просто потрясающее впечатление о том гостеприимстве и той организации, с которой устроена эта конференция, благодаря вашему ректору, ректору Карачаево-Черкесского государственного университета. Нас очень хорошо приняли, очень интересно подготовлена программа конференции. На пленарном заседании научной конференции доцент кафедр Тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Маргарита Дубровина погрузила участников в историю Древне-Тюркского рунического письма, рассмотрев его происхождение и особенности. Конечно же, памятники Древне-Тюркской рунической письменности – это такой базовый источник для всех тюркских народов. И вот сегодня коллега мой говорил о том, что очень много элементов общих в Карачаево-Балкарском языке и в языке древне-тюркском, скажем так. Он такой общий над диалектный язык. И поэтому, конечно, я именно это хотела показать. Значимость Карачаево-Балкарского языка для изучения Древне-Тюркских памятников раскрыл в своем докладе аспирант Института стран Азии и Африки МГУ главный редактор журнала «Вопросы тюркологии» Ахмат Глашев. Значение Карачаево-Балкарского языка для исследования Древне-Тюркских письменных памятников. В этом была суть моего доклада. Я думаю, что я донес это особенно для молодых, для студентов, чтобы они были глубоко интересовались родным языком. Потому что действительно, Карачаево-Балкарский язык – это кладезь для тюркологии. После завершения пленарной части конференции гости ознакомились с деятельностью Археологического музея КЧГУ. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о круизном поезде «Жемчужина Кавказа», «Дне медицинской сестры» и о подготовке к девятым абазинским играм. В Карачаево-Черкесии местами дождь, днём в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 2, плюс 3, а днём 8,13 выше нуля, местами 0, плюс 5. В черкеске дождь, ночью небольшой, днём умеренный, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днём 11,13 градусов тепла. Необычный способ посмотреть достопримечательности семи городов России за короткий срок. Первый круизный поезд «Жемчужина Кавказа» посетил Карачаево-Черкесию. На железнодорожном вокзале Черкеска гостей встретили традиционными угощениями, песнями и танцами. Алла Качиева подробнее. Железнодорожная станция Черкеска. 8 часов утра. Здесь всё готово ко встрече гостей. И вот, появляется «Жемчужина Кавказа». Тот самый круизный поезд с составом из новых вагонов. А ну что, Карачаево-Черкесия, просыпаемся и готовимся встречать наших дорогих туристов. Выехал туристический поезд 8 мая и следует по маршруту Тюмень-Екатеринбург-Самара. Теперь пассажиров ожидает знакомство с Северным Кавказом. По пути следования в поезд подсаживают ещё людей, чтобы они могли присоединиться к увлекательному путешествию. Карачаево-Черкесия, первая из регионов СКФО, приняла гостей. Туристы просыпаются под живую музыку, национальную гармонию, кавказские танцы в исполнении артистов республики. Далее традиционная чаша айрана и каравай, которые путешественники пробуют с удовольствием. Азрит Иркенов приветствует гостей и рассказывает о достопримечательностях Карачаево-Черкесии. А ещё туристы, а их около 150 человек из разных городов России, участвуют в увлекательной викторине, демонстрируя свои знания о нашей республике. Все наслышаны об известных курортах Карачаево-Черкесии, Домбае, Архызе, Тиберде. А ещё о том, что наш регион является астрономической столицей страны. На вокзале были подготовлены национальные блюда. Туристы продегустировали угощения. Новые люди, новая республика, новые обычаи. Всё хочется увидеть, узнать, посмотреть, впечатлиться. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Эти известные строки из песни прям точно подходят к сегодняшним экскурсантам. Туристы-сибиряки бывали в разных местах, но жемчужину России Кавказ ещё не удалось посетить. На Кавказе первый раз, очень много везде было, ужас где было. Но на Кавказе первый раз и в таком восторге. Даже от начала экскурсии, от начала встречи, с каким радушием встречаются, с каким настроением, какой задор. Здорово, классно. Мне очень нравится даже самое начало. Этот туристический поезд «Жемчужина Кавказа» сформирован впервые. Мы планируем в 2025 году уже на регулярной основе этот поезд встречать, так как была поставлена задача президентом Российской Федерации у нас количество туристов, перевозимых железной дорогой, увеличить до трёх миллионов. Это в два раза. И, собственно говоря, этим мы сегодня и занимаемся. Какие же места посетят приехавшие в рамках экскурсивного тура в Карачаево-Черкесию? Мы все вместе посетим наш замечательный музей в городе Черкесске. И после этого выйдем по трассе Черкесск-Дамбай. На Дамбай мы предоставляем им программу. Это экскурсионно-познавательная программа по канатным дорогам на гору Муса-Ачтара на высоту 3200 метров, где откроется замечательный вид на Кавказские горы и, скорее всего, на западную вершину горы Эльбрус. На всём протяжении мы будем знакомить наших гостей с культурой, с традициями. А во время обеда они ещё и попробуют нашу национальную кухню. Расписание тура рассчитано так, что каждый новый день турист посещает новую локацию, а ночью выдвигается уже к следующей, используя поезд в качестве отеля на колёсах. Далее поезд отправился по маршруту Нальчик-Грозный-Дербент, затем Самара, Екатеринбург, Тюмень. Путешествие продолжится всего 10 суток. Алла Качиева, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Накануне 12 мая был Международный день медицинской сестры. Основал профессию Пётр I. Он подписал указ о назначении монахинь в госпитале, после чего женщины добровольно вступали в ряды сестёр милосердия. Однако императрица Екатерина II указ отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил власти создать штаб медсестёр в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, а позже во всех больницах и поликлиниках. Свою жизнь этой благородной профессии посвятила и Замира Богатырёва. Алла Динаева подробнее. Сорок лет Замира Богатырёва работает медицинской сестрой. То, что я свою жизнь посвящу медицине, стало ясно давно. Ещё будучи ребёнком, свои первые шаги я сделала в больнице, рассказывает Замира Азри Талиевна. В детстве мама мне всё время рассказывала, когда мне был готик, папа попал в аварию, и она меня взяла с собой в больницу, а брат с бабушкой уехали в Красный Октябрь. И вот я там научилась ходить, и попала там, говорит, я ходила со всеми, знакомилась. Вот это было, видимо, предначертано, чтобы мне стать медиком. В 80-м году школу закончила, и у меня проблем не было, куда идти, потому что у меня и сестра, и брат уже учились там, в училище, раньше училище было. И я поступила, отучилась два года. Замира Богатырёва сразу после окончания медицинского колледжа, тогда училища, в 1983 году начала работать в травматологическом отделении больницы в Карачаевске. И с тех пор она верна выбранной профессии и медицинскому учреждению. Первые свои трудовые смены сейчас вспоминает с улыбкой. Меня сразу приняли в травматологию старшей медсестрой. Ну, это, наверное, было мне как-то легче, бумажная работа. И один день у нас медсестра Зоя Хусеевна, сейчас она старше работает, она говорит, Замирочка, сколько будешь бегать, давай, возьми шприц и делай мне укол. Говорю, Зоя, я боюсь, не бойся. И она набрала мне шприц, и я сделала венный укол, не боюсь теперь. Вот 40 лет проработала, сколько венок, сколько капельниц, я уже не помню, не перечесть. У нас очень дружный и профессиональный коллектив, говорит Замира Богатырёва. Коллектив мой, я вообще не смогу описать никакими словами. Я без этого коллектива не смогу, потому что они все очень грамотные, умные, трудолюбивые, очень отзывчивые девочки все. Медицинская сестра – профессия для чутких, смелых, гуманных, милосердных людей. Очень страшные больные были. Я когда боялась, я врачу инструмент вот так подавала, несмотря туда. А было тогда желание, вот когда становилось вот так страшно, хотелось уйти с работы? Ой, ни разу не было у меня такого, чтобы уйти не было. Я почему-то не думала об этом, потому что я люблю свою профессию. По стопам матери пошла и дочь Джамиля. Я ей говорила, Джамиля, не надо в медицину. Она говорит, мама, нет, я тоже пойду, но я, говорит, буду доктором. И она пошла в институт, отучилась, ординатуру прошла в Москве, в Склифосовском. Сейчас она работает там в Москве кардиологом. А сын военный, контрактник. Труд медсестры – это борьба за здоровье человека и нет на земле профессии, более необходимой людям, несущие социальную благородную миссию помогать пациенту справиться с недугом и обрести надежду и силы вернуться в обычную жизнь. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Крачева, Черкесия. В июле текущего года в Апсуа пройдут девятые Абазинские игры. А на днях в качестве подготовки к большим состязаниям в Грушкинском сельском поселении состоялись первые в истории Казминские игры. Подробнее расскажет корреспондент Артур Мхце. Жители четырех населенных пунктов Карачао-Черкесии – Тапанты, Абазахабля, Малабазинской игрушки – стали участниками первых в истории Республики Казминских игр. И хотя данные состязания рассматриваются скорее как подготовка к большим абазинским играм, тем не менее организаторы подошли к ним с большой ответственностью и постарались создать атмосферу настоящего праздника спорта. Предложили на местном уровне сделать некий отбор. Эту идею мы приняли, решили ее оформить, еще и устроить праздник, создать атмосферу праздничную для детей, для жителей. И решили провести вот такое сегодняшнее мероприятие, это особенный день. Я думаю, его все запомнят, сделаем его такой доброй ежегодной традицией. Идею проведения такого спортивного праздника поддержала и организация «Алашара». Ведь что может быть интереснее и полезнее для молодежи, чем участие в подобных проектах, являющихся не только отборочными состязаниями, но и способными объединять людей вокруг национальных культуры и традиций, любви к здоровому образу жизни. Людей собралось очень много, молодежи очень много соревнуются и в футболе, и в волейболе, и в других видах спорта. Сегодня для нас они замечательный такой красивый пример, красивый пример и для остальных абазинских аулов. За три, за четыре месяца ребята начинают к ним готовиться. Мы очень рады, что статус абазинских игр имеет вот такой высокий, дошел до такого высокого статуса. Помимо игровых дисциплин, участники казминских игр соревновались в перетягивании каната, армрестлинге, стрельбе из лука. Бескомпромиссная борьба шла в каждом виде. Это и понятно, уже в середине июля в Апсуа состоятся девятые по счету абазинские игры, где соберутся лучшие спортсмены региона. Артур Мухцев, Атима Хунова, Ренат Муков. Вести Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Свет в окне». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова